Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это Toilet Fight Открытый Мир. И по запросам смотрящих, всё же я решил показать тебе всех боссов Открытого Мира и как их быстро и легко победить. На самом деле ничего сложного нет, я тебе покажу несколько способов, и они в принципе используются без всяких хитростей, поэтому ты тоже сможешь в Toilet Fight с лёгкостью победить любого босса Открытого Мира и собрать робота. Пока мы ждём все разблокировки Toilet Tower Defense, можно поиграть в другие игры по скибиде туалетом. Ну а мы идём бить хлёбло. Что может быть лучше, чем навалять боссом Открытого Мира? Первый босс это Череп. Многие могут подумать, что этого босса невероятно победить. Однако, насколько я знаю, его даже сделали тут полегче, и поэтому победить его вполне возможно, причём особо не напрягаясь. И запомни главное, это будет касаться не только Черепного Скибидиста, но и остальных. Чтобы тебе было легче победить босса, главное победить всех мелких скибидистов, потому что эти херовые миньоны будут тебя доставать регулярно и отнимать твоё здоровье. От тебя оно не надо, оно тебе пригодится. Поэтому перед встречей с боссом тебе будут попадаться мелкие скибидисты, которых нужно сразу же уничтожать. Причём наша задача потратить как можно меньше здоровья. Но без царапин ты точно не останешься. Около босса Черепа вначале тоже есть Скибидисты, их мы уничтожаем в первую очередь, а потом палим по Блевотному Черепу. Кстати, Блевотный Череп может болевать кислотой. Поэтому тебе нужно переезжать с места на место, чтобы он наблевал в другую сторону. И главное, чтобы он со своими рвотными позывами не поехал головой вместе с тобой. Потому что когда ты перемещаешься, черепной скибидист за тобой следит. И тут главное угадать, когда он Блеванёт. Тут нужно ловить чувство ритма и уходить. Босс Череп произносит постоянно одно и то же. Шкибиди, шкибиди, шкибиди. Сделал три шкибиди, пауза. Он делает ещё три шкибиди и вот на шестой можешь валить, потому что на седьмой он точно начнёт блевать. Но лучше даже чуть попозже шестого раза. Ты главное следи за его чувством ритма. Шкибиди, шкибиди, шкибиди. Стоим. Шкибиди, шкибиди, шкибиди. И валим. Для новичков особо сложно стрелять в него. Ну, с попытки 120 ты точно поймёшь, что нужно делать. И куда пулять? По затылку. Не совсем по щекам, как мне писали это в комментариях. По затылку. Потому что щёки, блин, на челюсти. Не надо меня путать. И в целом это всё, что тебе нужно. Просто следить за тем, когда он блеванёт. И уходить. Потом стрелять по затылку. До тех пор, пока он не смоется. Но когда ты победишь, не обольщайся. Тебя дальше поджидают мелкие туалетные лопники. И это именно то, о чём я говорил в начале. Эти грёбаные унитазные придурки перечеркнут все твои достижения. И порно, что ты этого босса валил полчаса. Они вмиг могут тебя уничтожить. Поэтому тебе нужно оставлять запасное здоровье. И тратить его как можно меньше. Мочи мелких сразу же. А уж потом сосредоточься на боссе. Скибеди ванна. Тут примерно такой же принцип. Только с первого раза понятно, куда стрелять. По бошкам. Просто их теперь три. И ещё раз повторяю. Сразу мочи мелких. При битве с боссом они тебе дискомфорта точно доставят. Особенно, когда тебе нужно уходить туда-сюда. Уворачиваться от ракет этого босса. Уворачиваться тут ещё легче, чем на черепе. Либо следи за боссом, когда у него вылетают ракеты. Либо смотри вниз. Если у тебя появляются красные мишени, немедленно уползай оттуда. Уходи в сторону и стреляй по бошкам. Ну и со спокойной душой отправляйся домой. Ну как спокойный? Не совсем спокойный. Я бы даже сказал, вообще не спокойный. Потому что в конце тебя будет поджидать ещё один полупокер. Ёкарный бабай, ну я ж выиграл. Зачем мне всё усложнять? Пошёл нахрен отсюда. Кстати, этот скибедист-мутант в конце очень слабый. Я думал, когда увидел её в начале, что он мне, как и в закрытом мире, снесёт полздоровья. Если не всё. Оказывается, он до меня своими лапками даже не дотянулся. И поэтому я его замочил достаточно легко. И я думаю, что его мочить-то не обязательно было. Ну а если бы он меня догнал? Может мне вообще повезло, и это был баг. А то чё-то он как-то замахивается бедный, и по мне попасть не может. Третий скибедист-паук. Причём с несколькими рожами. Ну, в принципе, я думаю, ты уже понял. И тебе бояться абсолютно нечего. Мочи сначала мелких скибедистов, которые тебя могут убить. Ну или не совсем мелких. Ха-ха-ха-ха! О, да! Кто-то хорошо кушал растишку. Большой скибедист с пилой из закрытого мира снова к нам вернулся, чтобы мы его укокошили. Видимо, с первого раза он не понимает, кто в доме хозяин, и ему нужно периодически напоминать. Видимо, они ещё тем и захисты, которые любят отхватывать люлей. Ну да ладно, добираемся мы до паука. Абсолютно несложный босс. Несмотря на то, что у него несколько бошек, всё-таки тебе нужно пулять в одно место. В унитаз. Да и уворачиваться от него как нехрен делать. Он тебя будет предупреждать перед нападением. Ну кто ж так делает? Ну скибедя, ну как же так? Когда скибедист-паук хочет тебя атаковать, он немного вздрагивает. Как будто он сейчас это сделает, но на самом деле он только готовится. И уже после этого он на тебя нападает. И тогда уже ты можешь уворачиваться, когда паук вздрагивает. И снова по нему стрелять. По-моему, чем дальше мы идём, тем легче босс. Ну не знаю. Потому что дальше ещё легче. Возможно, мне это кажется после всех остальных боссов, которые были, потому что руки уже натренированы. Ну значит и тебе больше бояться не придётся. Нас, конечно, перед игрой будут пугать, что нас ждёт опасный скибедист с мечами. А мы-то его в сериале видели, и мы реально знаем, что он опасный. И яичишки-то немного сжимаются. А ещё ты на своём пути встретишь скибедиста-демона. Ну так, для разминки. И уже потом тихо, мирно, спокойно доедешь до своего скибедиста с мечами. Ну может не совсем тихо. Местная уличная гопота тебя будет поджидать около босса. И поэтому следуем золотому правилу. Сначала побеждаем мелких врагов. И вот мы приближаемся к нашему боссу с мечами. Можно даже издалека в него пострелять, пока битва не началась. И на самом деле это даёт большое преимущество, потому что ты его можешь мочить сразу же. А как только вы встретитесь лицом к лицу, он тебя тоже будет предупреждать перед своим нападением. А именно, прыгать высоко, чтобы тебя раскромсать. Сложность этого босса заключается только в том, что у него слишком много жизней. Его просто как бы долго мочить. Но вообще без всяких затруднений. Просто мочишь, отъезжаешь, снова мочишь. И снова отъезжаешь. И опять мочишь. Какой-то он вообще бесполезный. Эээ, брат! Ты чё, форму что ли растерял? Иногда мне кажется, что он на меня ссыт. Ну ладно. На самом-то деле получается, что наоборот. И вообще, как бы пока он стоит, мы могли бы давно забрать эту деталь и по-тихому свалить. Он же не хочет с нами драться. А мы его убили. Стоит задуматься, кто тут ещё злодей? Мы или скибедисты? Что ж, забираем деталь и уходим. В конце, как всегда, тебя будет подожидать много мелких врагов. Их мы тоже уничтожаем, чтобы они не уничтожили нас и не перечеркнули все наши достижения на этом уровне. Кстати, между боссами у тебя могут возникнуть проблемки. Нехватка чипов. А чтобы продолжить игру, тебе нужно приобрести улучшения и дальше побеждать новых боссов. Просто выходи из открытого мира и либо набирай там чипы, либо смотри рекламу. Я рекомендую тебе всё-таки смотреть рекламу, чтобы побыстрее набрать чипы. А подраться ты всегда успеешь. Ну и последний. Самый долбанутый босс. Вот тут тебя будет бомбить. Во всех смыслах. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Ты думаешь, это ракета? Нет, это мой пукан! Джимен. Сколько лет, сколько зим. И вот его точно можно назвать самым сложным боссом. Но это если не знать его приколы. Так что запоминай схему после первой встречи с Джименом. Лево-право-сзади. Башка влево-вверх-вниз-вправо-вниз. Причём последнее нужно реально успевать, и иначе тебя взорвёт. Но даже если ты точно так же сделаешь, как я, это не гарантированно победа. Иногда, когда ты даже знаешь, откуда вылезет Джимен, что он будет делать, он тебя может убить. Хотя вроде бы ничего сложного тут нет. Просто стреляй ему в башку. Но игра может посчитать, что ты либо недостаточно в него стрелял, либо просто не попал. Поэтому нужно всегда наготове держать пушку. Сначала лево, право, а потом сзади. Ну и после этого небольшие танцы до усранцы. Ну и мы победили и собрали робота. Там-тарадам! Та-да-да! Тр-да-д! И наконец-то мы можем выходить в реальный, открытый, открытый мир. Потому что мы победили всех боссов. Легко, красиво и без проблем. Надеюсь, что я тебе помог. Лично я не видел ни одного видео по каждому боссу. И вот решил по порядку всё сделать. Чтобы ты наконец-то понял, как всё это делать достаточно легко, не напрягаясь. Напиши в комментариях, помог ли я тебе и какой босс тебе больше всего понравился Ну и не забудь подписаться на мой канал Нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов На мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал и на мой Яндекс Дзен Тоже подпишись, все ссылки в описании Поставь лайк этому видео Поделись им со своими друзьями и у себя на странице И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом Всем пока, до свидос Субтитры сделал DimaTorzok